Путинская полицейская свора продолжает оказывать яростное давление на политических активистов в России. За моей спиной спецприемник номер один, где сейчас в данный момент находятся Павел Шехтман и Геннадий Строганов. Политические активисты, оппоненты путинского режима. Нужно господина Путина и всю его бандитскую шайку арестовать и повезти в Гаагу. На них накопилось на самом деле столько дел, которые не проходят через наши суды. И просто-напросто нужно предать его международному правосудию, поскольку своего у нас просто нет. Большинство граждан боится государства, которое все жестче реагирует на малейшее неповиновение, шантажируя то увольнениями, то посадками. Тем, кто открыто не лоялен, зачастую просто нечего терять. Их принципиальность сродни ожесточенному отчаянию. Система на любое неповиновение отвечает 15-ю сутками ареста, а с некоторых пор и реальными двушечками, столь любовно продекларированными нашим кремлевским спиногрызом. Мы встречаем сегодня гражданского активиста Павла Шехмана, который сегодня освобождается после 15 суток незаконного ареста за то, что он выразил свое, и собственно не только свое, а народное отчасти отношение к так называемому правозащитнику Цветкову, которого он назвал подментованным уебком. И собственно я с ним согласна, и очень многие мои товарищи и товарищи Павла с ним согласны абсолютно. А почему такое жесткое определение господина Цветкова? Потому что Цветков им и является, он ездит в ОВД, в тюрьмы как представитель ОНК, однако на самом деле он является именно представителем силовых структур. И во всех конфликтных ситуациях всегда принимает сторону так называемых правоохранительных органов. То есть права задержанных и арестованных ему никогда не интересны, он действительно подментован, это ясно всем, кто как-то с ним сталкивался или хотя бы о нем слышал. А вот и освобождающийся Павел Шехтман. Павел, здравствуйте, с освобождением вас. Спасибо, спасибо. За что сидели? За то, что обозвал господина Цветкова, подментованного правозащитника, тем самым термином, каким он и является, то бишь подментованным уебком. Как вас, не жалуетесь на содержание? Да нет, как бы совершенно нормально, менты вели себя лояльно, так что в этом отношении все нормально. Мы еще также знаем о том, что 6 числа состоялся суд, результатом которого стало то, что вы стали должны господину Акопному 50 тысяч рублей. Как вы прокомментируете? Меня это совершенно не интересует. Я знал, что это все обговорено и что иначе не может быть. Меня гораздо больше интересуют сведения, что суд не присудил меня ничего опровергать. То есть фактически все, что мною написано про господина Акопного, суд признал правдой. Это главное. Все остальное они могут присуждать меня к чему угодно. Разумеется, я платить не буду. А кто такой Акопный? Акопный. Это ныне капитан, значит, старший, по-моему, оперуполномоченный Центр противодействия экстремизму. В седьмом году глава отдела по противодействию экстремизму подмосковного УБОП, под руководством которого УБОПовцы забили до смерти битыми главу серпуховских нацболов Юра Червочкина. И я прямо вот назвал его, значит, в тексте вывешенном на граних, прямо назвал его убийцей. Именно за это вас судили? Да, да, да. Именно за это меня судили. Вы платить отказываете? Я платить не собираюсь ничего, конечно же. А вы будете как-то обжаловать решение суда? Да, буду. Не думаю, что это поможет. Ну, как бы, всякие бюрократические все эти вещи, отчего же не пройти, если можно пройти. Спасибо. Ну, идите на свободу с чистой совестью. Паша. Все. И даю на растерзание. Я сверху-то мошел. Ну, как Паша жизнь? В неволе. Привет. Нормально, как мне? Там еще в застетках строгано в стенах, но в понедельник утром выходит. А что, цикаде, что он говорит? В России так уж повелось. Был бы человек, а статья всегда найдется. И даже если вы не являетесь политически активным гражданином, а оказаться на Симферопольском бульваре в этом здании можете запросто. Да хоть завтра. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.